А, не, я уже включаю. Девочки, видите, вообще тут ничего сложного нет. Дарень, давай ты попробуешь. Ну, вроде бы не сложно, но я движение еще не сильно запомнила. Да давай, иди уже, не бойся. Ну ладно. Смотри на меня и не переживай. Давай, Лев, включай. Ой, подожди, давай заново. Ну, почти, ну, молодец. Левка, ты не хочешь попробовать? Да подождите, я еще успею попробовать. Пускай сначала Дарина научилась, да ты и сама сбилась. Ну да, потому что я на Дарину смотрела. Ну, включай давай. Молодец, у тебя получилось. Давай еще. Есть. Еще раз, Катя. У тебя получилось, молодец. Да, есть. Я почти уже все движения знаю. Ну, не сильно у нее и получилось. Ладно, давай, иди сюда. На, включай музыку. Вот, вот. Хорошо. А я попробую. Так. Я же вам сделала, как вы это сделаете. Так, все, я включаю? Да, давай. Молодец. Ой, я получила, ты получила. Давай еще раз. Давай. Давай, давай. Давай так, Дарина дарину. Давай. У нас в Москве раздавай пять. Давайте теперь все вместе. Ну ладно, давайте все вместе попробуем. Давай, ставьте лайки. Сидим. Включаем зиму. Давайте еще раз. Да, давайте. Ты сделала, кстати. Я тоже сделала. Мы все вместе. А мы все вместе. О, да. А где там здесь в голове? Ой, Лас, ты вообще ничего не умеешь. Девочки, надо потом бороться. Когда два красавца здесь не будет. Да, я красавчик. Да, Лас, ты страшно красивый. Добрый день. Здравствуйте, Лас. Добрый день. Молодцы. Открываем тетрадки. Тема сегодняшнего урока. Пресмыкающиеся. Кто знает, кто такие пресмыкающиеся? Ну, если я правильно понимаю, то это те, которые ползают. Дарина, так много кто ползает. И змеи ползают, и черепати ползают, и жуки ползают. Аня, вообще-то я имела в виду змей и крокодилов. Ну, точно не жуков. Это вообще насекомые. Все правильно, Дариночка. Пресмыкация значит ползать. Оттого и называют пресмыкающихся животных, которые пользуются таким способом передвижения. Есть у них и другое название. Рептилии. Пресмыкающиеся потомки орфидий. Но это уже же настоящее наземное животное. Змеи, ящери, черепахи. Их тело покрыто роговой чешуей или щитками. И не требует постоянного увлажнения. Дышат они все легкими. А при размножении откладывают яйца в кожистой или твердой известковой скорлупе. И делают это только на суше. Кто знает, кто из рептилии откладывает яйца? Я, я, я. Так, змеи, крокодилы, черепахи. Я буду это сказать. Молодцы. Динозавры это тоже были рептилии. Многие рептилии приспособились к жизни в жарких сухих пустынях, где воды мало и заждений бывает по несколько лет. Миллионы лет назад, присмыкающиеся, динозавры владели всей землей. Это были удивительно развитые существа. Одни меньше кошки, а другие размером с десяток слонов. Серепые хищные рептилии жили по соседству с мирными травоядными чудовищами. А кто помнит хоть одно название динозавра? Ну, спинозавр, бронхозавр, тиранозавр. Ублечка, ладно. Мультики, наверное, про динозавров смотрел, да? Тиранозавр, да, я как-то знаю, да? Значит так, смотрите, хамелеон это тоже рептилия. Под красник добычи хамелеон выстрелит в нее язву, длина которого почти равна длине ее собственного тела. Все это происходит за сотую долю секунды. На конце языка у этого присмыкающих есть липкая присуточка для ловли насекомых. А крупные хамелеоны с помощью языка ловят даже небольших... Ого! Ничего себе, такой маленький, такой огромный язык. Да, интересно, что вообще-то животное бывает разнообразное и нам даже непонятное. Аня, ты не хамелеон, прекрати. Здравствуйте, актива А. Да, седьмой А. А что? Я буду учиться в вашем классе. Вы учитель? Ну да, учитель. А ты, я так понимаю, у нас новенький? Как тебя зовут? Откуда ты? Это мама. Спасибо. Я Денис Перпедикулятор. Я ученик шестого класса. Теперь буду учиться у вас. Я на все ваши вопросы ответила. Ну да. А почему тебя перевели в наш класс? Потому что я сильно умный. Ничего себе, такой умный мальчик, что перевели даже в седьмой класс к нам. Хорошо. Выбирай себе место. Вот возле Даринки свободная парта, возле Анечки. А можно я буду сидеть все? Можно. Чем тебе наши девочки не понравились? Просто они для меня глуповаты. Я чем здесь? Валентина Ивановна, а почему это он на меня обозвался глуповатой? Нет, я еще понимаю Аня, но я, я вообще-то отличница. Что отличница? Была когда-то. Так, девочки, успокоились. Денис, так говорить нельзя. У нас самый сильный класс. И дети у меня в классе умные. Раз ты к нам пришел, будь добрый, веди себя хорошо. У нас сейчас зоология. Доставай тетрадочку и пиши вместе с остальными. А я продолжаю читать. Почему змеи меняют кожу? Кожа у змей изнашивается, как ковы. Ведь они постоянно пересмыкаются. Чтобы избавиться от старой кожи, они трутся головой о шершавые поверхности, разрывают, а затем выползают из нее. К этому времени под старой кожей образуется новая, чистая и прочная. Успеваем? Да, да, успеваем. А если я это еще знаю, можно это не буду писать? Можешь, конечно, не писать. Но у нас потом будет самостоятельная работа. И я посмотрю на твои знания. Дети, продолжаем дальше. Кто рекордсмерт среди рептилий? Тихоокеанская кожистая черепаха достигает 2 метров в длину и весит до 450 килограммов. Крупнейшей змеей в мире считается сетчатый питон, обитающий в южной и юго-восточной Азии. Самый длинный из этих питонов достиг 12 метров. Представляете, какой он большой? Я хочу поспорить с вами. Я знаю, что нашли питона 15 метров. Слышь, Батаня, ты что, в телеграмму или что? Да, я умная. И биология мой любимый, ребят. Ну это хорошо, что ты умная. Но я не думаю, что ты умнее меня. Значит, слушаем дальше. Зачем ящерица хвост? Кстати, а ты знаешь, зачем ящерица хвост? А, да, 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 мне. С помощью хвоста она держит равновесие. Правильно, молодец. Хвост у рептилий очень важная часть тела. С помощью хвоста они поддерживают равновесие и меняют направление при движении. Хвост служит своеобразным рулем. А ящерица молох, обитающая в пустыне, пользуется хвостом, покрытым шипами, как оружием. Она защищается своим хвостом. Иногда ящерицы по собственной воле расстаются с хвостом при нападении хищника. Она удирает, оставляет часть хвоста в зубах охотника. И у нее отрастает потом новый хвостик. Валентина Ивановна, это как наши волосы. Мы их подстригаем, а они отрастают. Девочка, хвост ящерицы. И твой это не одно и то же. Ну и что? Отрастает и то, и то. Дарина, поверите и продолжай дальше урок. Какие рептилии самые опасные? Конечно же, это неравитые змеи. Самая крупная из них это королевская кобра. Она достигает 5,5 метров вблизи. Яд ее с пределем даже для слонов. Некоторые виды кобра умеют вливаться струйкой яда на расстоянии до 3 метров. Если яд попадает в глаза жертве, то все, жертва осветнет. Еще более опасный яд у тропических морских змеи. Они живут и охотятся в море. Яд после укуса быстро вымывает вода. Поэтому действует он почти мгновенно. Может ты там скажешь хоть одну змею, которая обитает в море? Самой опасной морской змеей считается Дю-Дю-А. Какие мы умные. Валентина Ивановна, мы что, теперь к себе в класс будем всех малявок брать? Молодец. Правильно змею назвал. Дарина, ты видишь, чего вы перевели? Он самый умный в классе. И он уже перерос по уму своих одноклассников. Из-за этого он будет учиться в нашем классе. Ну что, урок у нас закончился. Вы готовитесь к следующему уроку. И я хочу тебе сказать, Денис, что я очень рада, что ты в моем классе. Ну ты дал. Валентина, завалил своим умом. Отвернись. Нет, это тогда подарочек. Ну как его дарит, приду дикулярно? Да нет. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok